Ура! Наш тренер женится! Ну что, девочки, вы готовы драться за букет? Нет, конечно! Мы ведь подружки! Лучшие подружки! Пусти, паразитка, мои волосы! Сама отпусти, а то пожалеешь! А что там делаешь? Ой, что здесь происходит? Где мои очки? Девочки? Девочки, остановитесь! Ой, а что там, паразитная? Я должна быть капитаном, потому что я богаче тебя! Ай! Ну я талантами идти, я даже на шпагаль сесть не можешь! Ай, больно мне! Надо что-то делать, а то они обе без носа станутся! Только мы не в компаниях! Вот у нас! Ура! Мы это сделали! Да-да, спортсмены! Я тоже рад, что мы выиграли! Это наша общая победа! Это была очень тяжелая игра! Мы все заслужили отдых! Особенно мистер Бен! Ну что, тренер, устроим тусовку в честь победы? Постойте! По-моему, мы кого-то забыли! Знаю-знаю! Надо еще черлигерш позвать! Они отлично станцевали! Девочки! Тренер Бен! Хватит, пацаны, хватит! Эмма, может уже снимешь этот костюм талисмана? Вставай, вставай! Спасибо! Игра уже давно закончилась, переодевайся! Тренер Бен, мальчики, вы должны срочно помочь! Там такое происходит! Вы себе даже не представляете! Ой, горе ты наше! Что-то могло случиться, что ты так спешила! Там такое! Наверняка какая-то ерунда! По-любому! Там в спортзале девочки друг друга за волосы тянут! Виолетта и Лейла! Что? Как за волосы? Где они? Настоящая драка! Сэм, погнали! Ура! Девчонки дерутся! Погнали быстрее! Ну класс! А помочь подняться мне никто не хочет! Отпусти меня! Ты знаешь, сколько я денег на эти волосы покрасила! У меня дорогущая покраска! Заткнись, Виолетта! У меня вообще-то керосин, так что убрала руки от моих шикарных волос! Сама убери руки! Иначе тебе придется покупать фарит! Сама думай о фарике! Тебе конец! Ай! Не переживай за меня! У меня есть деньги на наращивание волос! В отличие от некоторых! Ай! 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 Девочки! Вы что тут достроили? Ай! Ай! Нет! Вы хотите, чтобы я директором попас? Ай! 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 Это невозмудимо! Я вызову ваших родителей в школу! Тише, мистер Бен, а то вы испортите мне историю! Серьезно? Вы сейчас думаете про историю в инстаграм? А я тикток записываю! Давайте, девчонки, продолжайте! Нам нужен контент в инстаграм! Громче, громче, больше эмоций! Подписчики хотят зрелищ! У меня прямо в эфире к сверду настоящей драки! Никаких драк! Все, мальчики, шоу окончено! Тем более, Лайва уже поняла, что я круче нее! Что ты сказала? А ну стой! Лайва, стой, я в канала! А, давай, догоняй ее! Лайва, ну оставь меня! Что там такое происходит? Я думала, мальчики и мистер Бен уже примирили девочек! Ай, мне больно, Лейва! Ай! 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 Для команды черлидерш нужно что-то делать! А что такое красивые девчонки даже очень? Ага! А про талисманы никто не помнит! Красивые, но бестолковые! Характер у девчонок огненный! Я тоже огонь! Да, меня эти ссоры хоть и веселят, но раздражают ужасно! Ай! Ты же не обращаешь на меня внимания! Ах! Ах! Мне кажется, что на следующую игру девочки вообще не смогут выйти! Ну а что нам делать? Распустить команду и набрать новых девчонок? Ну мы так уже привыкли к этим девчонкам! И публика их полюбила! Я предлагаю найти им тренера! Так, чтобы у девочек наконец-то был порядок и дисциплина! О, да! Это отличная идея, тренер! Давно нужно было утихомирить этих хулиганок! Только вот думаю, девочкам эта идея не очень понравится! Лейла, что ты там репетируешь? Не делай вид, что ты умеешь танцевать! Кажется, нужно сделать музыку в наушниках погромче, а то всякие мыши не дают мне ритм чувствовать! Что ты сказала? Ты кого это сейчас мышью обозвала? Проблема со слухом? Виолетта! Девочки! Девочки, вы что опять за свое? Успокойтесь! Замолчи, бедняжка Эмма! Не до тебя сейчас! Мне кажется, из-за вас у нас могут быть большие проблемы! Так, иди одевай свой костюм талисмана и не раздражай нас! И главная проблема – это ты! Угу! Посмотрим, кто еще из нас проблема! Когда-то я тоже стану настоящей болельщицей! Вот увидите! Быстрее, быстрее, заходим! Вас всех ждет важная новость! Вот видите, какая у нас дисциплина! Не то, что у некоторых! Вот это ваше воспитание! Вижу, вижу! Но ничего! Скоро наши девочки тоже станут дисциплинированы! Оооо! Что вы там мокаете? Все он! Теперь ваша сладкая жизнь окончена! Хулиганки! Мы что-то пропустили? Мистер Бен, есть какие-то новости? Да! Но я скажу тогда, когда придут все! Где ваш талисман? Я здесь! Ах! Ах! Ха-ха-ха, неудачница! Вставай, талисман! Эй, я Эмма! Да-да, прости, садись, зайка! Зайка, Мишка, котик, ты всегда будешь талисманом животным! Вот же противные, они себе даже не представляют, как тяжело танцевать в костюме талисмана! Так что, мистер Бен, какие там новости? Что-то хорошее ждет нас? Да, очень хорошие новости! Тренер, не тяните! Рассказывайте уже! В нашей школе появится новый учитель! Ну, точнее, тренер! Ммм, как интересно, что же это за тренер? Тренер? В нашей команде баскетболистов есть вы, мистер Бен? А, или это для футболистов? Нет, этот тренер будет тренировать не мальчиков, а девочек! Что? Да-да, вы все правильно поняли! В нашей школе появился тренер-чирлидер! Ох, и не нравится мне эта идея с тренером! Угу, я тоже думаю, что нам всем будет совсем не весело! Говорю вам, девчонки, нас ждут большие проблемы! А я так не думаю! Надеюсь, этот тренер окажется красавчиком! Лейла, ты что, с ума сошла? Это же учителя! С ними нельзя заигрывать! Фу, какая же ты скучная, Эмма! Лишь бы красавчик, лишь бы красавчик! Да ладно! Вы тоже это видите? Ого! Красивая! Это не то, что я ожидала! Здрасте! Привет, спортсменки! Ну что, вы готовы тренироваться день и ночь? Ну, я не слышу! Где настрой? Кто самые лучшие? Мы! Да, детка, кто самые клевые? Мы! Кто побеждает? Мы! Да! Кто капитан команды? Я! А вот здесь неправильный ответ! Капитаном будешь ты! Я? Она? Что это за звук дурацкий? На будильник не похоже! Тренер придумал нам новый подъем? А мне кажется, это девчонки с самого утра дискотеку устроили! Что? Только 5 часов утра! Ну, я им сейчас покажу! Кто? Кто? Это кто? Я раньше не видел эту девчонку в нашем колледже! Я тоже не понимаю, кто это! Новенькая, что ли? Ой! Мальчики! Я вас не заметила! Эмма! Ну да, это я! Я в шоке! Ты умеешь танцевать? Ну да, немного! А чего ж ты тогда талисман постоянно? Ну, потому что девочки так решили! Но сейчас уже все изменилось! Потому что у нас есть тренер! Да, мы очень рады, что теперь у нас есть тренер! Девочки, 5 утра, вы в курсе? В курсе! Не только у тебя есть в комнате часы, Зак! Чего пялить здесь? А почему вы все так рано проснулись? Первый урок в 9! Наш новый тренер поставил тренировку на самое утро! Мы так рады! Где она только взялась на нашу голову? Знаете, а мне нравится наш новый тренер! Такая милая и добрая девушка! Ну ладно, мы пойдем тогда! Удачной тренировки! Пока, ребят! Лишь бы девчонки не узнали, что мы советовали взять для них тренера! Ага, то нам всем будет конец! Быстрее, быстрее! Активней, девочки! Сара, может, хватит уже? Мы 15 кругов пробежали! Я уже ног не чувствую! Такого кардио в моей жизни никогда не было! Значит, мало! Плохо, что не чувствуешь ног, Виолетта! Они должны гореть у тебя! А у меня горят! Вот, Эмма, пример для всех! Учитесь у нее! Ну, стой! О, противные девчонки! Как же они меня бесят! Еще и тренер же это! Вперед! Нас выгла на холод! А сама сидит в колледже в тепле! Виолетта, не ленись! Я все вижу! Ого! Кто там? Аккуратнее! Чего вы так небрежно к своим ногам относитесь? Кажется, вы спасли жизнь моим коленком! Благодарю! Удивительно! Вы легкая, как пушинка! Мальчики, поднимайтесь, миссара! Тренер, у вас появилась подружка! Ничего себе! Вы наконец-то решили жениться! Классный выбор! Мы одобряем! Это не то, что вы подумали! Работайте, миссара! И вы тоже, парни! Работайте! Девочки, кушать! Работаем! Тренер, вы даете! Вы, оказывается, еще ничего! Так, мальчики! Тихо! Работаем! Работаем! Я ужасно голодная! Готовы съесть все в этом кафе! О, да! Я тоже! Эмма, неси все, что есть! Да, конечно! Стой, Эмма! Сами принесут! У них есть руки и ноги! Правда, Виолетта? Правда, Лайла? Но Эмма здесь подрабатывает официанткой! А сейчас Эмма не на смене, а на тренировке! Поэтому встали и сами пошли искать себе еду! Ну, ладно! Ого! Я бы никогда не смогла за себя так ответить! Я когда-то была такой, как ты, детка! Поэтому не переживай! Вырастим из тебя настоящего лебедя! Лебедя? Так что это я, гадкий утенок? Очень гадкий! Как же они меня раздражают! Виолетта, нужно срочно что-то делать! Согласна! Я не позволю этой Эмме мной командовать! Капитаном должна быть я! Виолетта, так ничего не получится! Если мы будем ругаться, то все станет только хуже! Согласна! Мы должны объединиться, чтобы одолеть соперника! А еще я тебе покажу крутые фишки! Ты все запомнишь и будешь болельщицей номер один! Я знала, что придет время, я стану черлидершей! И смогу выбросить свой костюм талисмана! Это время уже пришло! Ну что, как тебе наша новая Эмма? Это уже совсем не талисман! Я приятно удивлен! Оказывается, она та еще крутышка! Слышишь музыку? Походу, девчонки репетируют! Давай немножко подглянем! Давай! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Почему они в костюмах талисмана? Это прикол! Эмма теперь главная! Они талисманы? Раз! Два! Что они делают? Мальчики! Вы чего? И что вы здесь делаете? Что это с вами? Вы что, подглядывали? Не подглядывали, а случайно увидели ваше шоу! Угу, этот трюк с переодеванием просто отпад! Я запомню! Ну вот, я же говорила, что всем понравится! Нас ждет успех! Мы хотим удивить публику! Поэтому и придумали свою фишку с костюмами талисмана! Слушайте, девчонки, так может пойдем с нами в кафе? Тем более перемена скоро закончится, надо до урока успеть! Так мы и после перемены сможем! А разве у вас не тренировка? Да, но нам на нее все равно! Мы уже хорошенько потренировались! Угу, пускай любимица Эмма со своей тренершей занимаются! А мы отдыхать! Мы это заслужили! Не понял, а куда это они все пошли? У нас же должна быть тренировка! Так, закажу новые костюмчики для болельщиц! И все обалдеют! О, мисс Сара! А почему это ваши ученицы сбегают с тренировки? Чего это сбегают? Через пять минут начало тренировки! И я уверена, они просто переодеваются! Ваши девочки уже пошли на свидание с моими парнями! С моими баскетболистами! Это все ваши парни портят моих чирлидерш! Всю дисциплину подрывают! Да что вы! Знаю я ваших девочек! Это еще они могут моим парням голову скружить! Всегда вы, мальчики, несчастные ни в чем не виноваты! Вот и оставайтесь здесь вправо со своей гордостью! Эй, куда вы ушли? Мы еще не договорили! Ну и характер у этой Сары! Так, нужно быстренько переодеться и бежать на тренировку! Что? Все вместе! Неужели сам встречается с Лайлой? Значит, все это было зря! Лучше бы я и дальше была талисманом! Вы чего скучаете? Давайте тусить! Даже Эммы нет! Ну, девочки, не такой я дисциплины ждала! О, все как я и говорил! Удачи в поиске! Надеюсь, вы рады! Не понимаю, где мои баскетболисты? Ладно, девчонки, но неужели парни забыли про тренировку? Вот вы где! А ну быстро на тренировку, лентяи! Так мы это забыли! А сегодня что, тренировка есть? Мы бы если помнили, то обязательно бы уже были в спортзале! Честно! Ну, а идите уже, обманщики! Лентяи! Пока, девчонки! Пока! От танцев мои ноги болят больше, чем от тренировок! Сэра говорила, что хорошо, когда все тело болит! Так что радуйся! Радуюсь, но очень хочу лечь! Пойдем! Пойдем! О, нет! Девочки идут! Нужно срочно спрятаться! Не хочу, чтобы они видели, как я плачу! Сейчас как упаду на кровать! Это что за звук? Эмма, это ты? Я? Ты чего там спряталась? От нас спрячешься, что ли? Постой, ты что плачешь? А ну вылезай оттуда! Я не плачу! Да-да, мы видим! Рассказывай, что случилось! Тебя кто-то обидел! Признавайся! Ну не молчи, мы все равно узнаем! Говори, Эмма, не молчи! Мы разберемся! Обижать тебя можно только нам! Да забейте! Все хорошо! Я просто мизинцем ударилась об угол кровати! Эмма, отвечай! Ну ладно! Я видела вас с парнями в кафе! Ну и что? Ты к нам хотела? Нужно было подходить! Ты что, испугалась? Там был Сэм! И он сидел рядом с тобой, Лейла! Вы теперь встречаетесь с ним, да? Что? Я с Сэмом! Да никогда! В моем вкусе другие парни! Правда? Поверь мне! Фух! Ну так что, Лейла? Может расскажешь, кто тебе на самом деле нравится? Ну нет! А я с Сэмом! Мистер Бен! О, мисс Сара! Ну что, нашли своих прогульщиц? Нет! Вы, кстати, не видели моих девчонок! Я их по всей школе ищу! Нет, не видел! Все, упустили дисциплину! А я же говорил! Ой, помолчите, мистер Бен! Ваших баскетболистов я что-то тоже не наблюдаю! Что, тренировка в одиночестве? А действительно! Где мои пацаны? Неужели опять решили тренировку пропустить? Даже Эмма трубку не берет! Да что ж происходит? Предлагаю их подождать здесь! Уверен! Мальчики придут первыми! Или же мои девочки! Девочки, ну может не будем тратить деньги на новую одежду? У меня и так все есть! Во-первых, твои платья просто отстой! А во-вторых, я за все заплачу! Ну спасибо! И у меня классные платья! Нет! Точно нет! Посмотрим, что из этого тебе подойдет! Так! Мне так неудобно, что вы будете платить за меня! Считай, это подарком за извинения! Извинения? Ну, да, мы ведь постоянно прикалывались над тобой! Было смешно, но нужно взрослеть! Так что, извини! Тайное свидание! Не понимаю, кто меня мог пригласить на такое? Наверное, пацаны прикольнулись! Надо уходить! Ты уже уходишь? Эмма? Прости, я просто очень долго собиралась, поэтому опоздала к тебе! Ты такая красивая! Постой, это ты меня пригласила на свидание? Ну да, от тебя же не дождешься приглашения! Я думал, ты не согласишься, поэтому и не звал! Что? Да я об этом с третьего класса мечтаю! Слыхала, с третьего класса говорит! Ну, они и смешные! Ну что, Виолетта, идешь со мной на тусовку? Извини, Лейла, но я пойду! Ну, а я буду строить планы, как не закатрить моего кавалера! Так и нет парней! Что это такое? И девочек тоже нет! Какая наглость! Может, чем-нибудь займемся тогда? А знаете, мистер Бен, я всегда мечтала научиться играть в баскетбол! Научите! А вы меня танцевать! Эй, ребят, слушали новость? Ну, не дайми, рассказывай! В колледже намечается большая тусовка! Круто! Нужно клевой музыки накачать! Стану за диджейский пульт! Интересно, в честь чего такая большая вечеринка? Это не важно! Главное, что мы сможем тусить всю ночь! Сэм, тише! Здравствуйте, мисс Сара! Тусить они собрались! Не забывайте, что этот беспредел... ...будет происходить под контролем учителей! Сара! Что такое? Бен? С первого момента, когда я увидел тебя, Сара... ...то понял, что ты лучший, что есть у меня в жизни! Бен... Ты моя жизнь! Выйдешь за меня замуж! Что? Какой еще замуж? Я думала, он ей предлагает директором стать! Да, да, да! А нет! Ура! А теперь записываем мальчишник на камеру! Ура! Мальчишник! Еее! Ура! Наконец-то наш тренер женится! Сегодня тусим всю ночь! Не могу поверить, что я решил жениться! Ура! Какой милый у нас девичник! Эмма, спасибо, что помогаешь мне с маникюром! Да не за что! Это Лейла меня научила! Угу! Девочки, маникюр это, конечно, классно, но давайте лучше тусить! Ненавижу девичники и свадьбы! Я не понимаю, что с вами, мистер Бен! Сначала вы так радовались, а сейчас вы настолько расстроены! Неужели это из-за свадьбы? Ай! Вы что, передумали жениться? Я начал понимать, что меня ждет! Я слишком бедный для этой шикарной женщины! Мистер Бен! Да-да, зарплата тренера даже свадьбу полностью не покроет! Зэ! Ты думаешь о том же, о чем и я? Секундочку! Мистер Бен, жди, я здесь! Сара, вставайте! Сегодня же такой важный день! Подъем! Жених вас уже ждет! Отстаньте от меня! Мисс Сара! Доброе утро! Просыпайтесь! У вас же сегодня свадьба! Вставайте! Нет! Лайва, а ты чего там сидишь? Иди помогай! Встаньте от меня! Сара, вы что, передумали выходить замуж? Бен, такого не переживет! Я не готова, девочки! Я боюсь! Подъем! Девочки, девочки, ну куда? Ну вот, парни услышали, что у меня денег нет, и даже они меня бросили! Мистер Бен! Мальчики, вы вернулись? Смотрите, что у нас есть! Ого, я уже забыл! Этот кубок вы выиграли год назад, помните? Да, но зачем нам кубок на свадьбу? Это наш тайник! Здесь спрятаны все деньги, которые мы выигрывали! Ого, что вы хотите сделать? О, нет, 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 нет! Я не могу взять! Это все ваши деньги! Мы выиграли все наши игры и заработали деньги только благодаря вам! Вы кольца хоть купили? Какие кольца? Какая же вы все-таки красотка у нас, мисс! Девочки, спасибо вам, что вы заставили меня подняться и помогаете мне собираться! Ну, конечно! Такую красотку все хотели бы собирать! Вы чудесная, мисс Сара! Ну что, это все! Я готов к свадьбе! Кольца купили! Костюм купили! Теперь можно и на свадьбу! Теперь можно! Что бы я без вас делал, пацаны! Ты таки будешь здесь сидеть? Да! Вообще-то мы уже должны собираться! Нужно краситься, одеваться! Скоро уже свадьба начнется! Я никуда не войду! Будь же психованная! Ну, как хочешь! Что с ней такое? А действительно, чего это я? Красотка должна все пропустить! Я все испорчу! Ну что, Зак, все готово? Да! Диджей готов! Отлично! Скоро можем начинать! Осталось только дождаться жениха и невесту! Угу! Ну, Лейла, может скажешь, что с тобой не так? Что случилось? Я люблю тренера! Ну, мы тоже Сару полюбили! Она оказалась классной! Нет же! Я тренера Бена люблю! Ого! Вот это поворот! Ну ты, Лейла, и даешь! Я испорчу эту свадьбу! Постой, Лейла! Лейла, ты ведь всегда рассказывала, что хочешь богатого парня! Точно! Молодец, Виолетта! Ну да, рассказывала! А тренер что, не богат? Шутишь? Ты знаешь, какие маленькие зарплаты у учителей? Девочки, спасибо, что спасли меня от бедности! Буду искать себе парня-айтишника! Тихо, тихо, идут! Ура! Ура! Наш тренер женится! У-у-у! Ну что, девочки, вы готовы драться за букет? Нет, конечно! Мы ведь подружки! Лучшие подружки! Так, я не понял, что здесь происходит? Алекс, мы празднуем мой день рождения! Давай тусить! У-у-у-у! Опять! Кикапогатые Виолетты сейчас все уничтожат! Нужно срочно их успокоить! Эй! Так, на обед у меня сегодня остатки фруктов и просроченное молоко! Как же я ненавижу свою работу! Кажется, упорщица идет! Мне нужно, чтобы она увидела, что я краду ее еду! Опять нужно убирать за этими богачами! Ненавижу! Ребята, что вы сделали с моим классом? Ну все, ребята, в классе мы все раздремили! Поэтому мы можем идти в кафе! Будете меня поздравлять! Я ненавижу! Ненавижу этих богачих детишек! Уборщика заказывали? Да-да-да! Привет! Слушай, убери, пожалуйста, здесь все! А я пока, наверное, пойду выпью успокоительных! Да, работки здесь, конечно, немало! Пойду я, наверное, перекушу для начала! Ничего себе! Я что, попала в школу? Давайте, ребята, я уже хочу принимать подарки! Виолетта, любимая моя девушка, вот тебе подарок! Мартин, что это за дешевая бижутерия? Где мои бриллианты? Виолетта, этот Мартин не знает, чего хотят девушки! Шоколадка! Ну, все же девочки любят сладкое! А еще у меня нет столько денег, как у вас! Итан, неудачник! И почему мы вообще с тобой тусуемся? Подруга, не злись на этих лузеров! Вот мой подарок! Софи, зачем мне твое дешевое платье? Я же вам говорила, что я хочу лимузин с подсветкой! О, неудачники! На вас никогда нельзя положиться! А чем это вкусно пахнет? А это еще кто такая? Я не поняла, кто это сделал? Какая необычная! Не видела раньше ее в школе! Ребята, кто-то заказывал уборщицу! Так вот, она уже пришла! Эй, нищебродка, уберите все! Быстро! Что? Никакая вам не уборщица! Нам плевать! Убирай! Быстро! Что? Получай! Что ты делаешь? Ну, все, тебе конец! Оставь ее, Софи! Я сама с ней разберусь! Да, это жестко! А теперь пошли со мной, ничтожество! Это твой последний день в нашей школе! Конечно, 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 конечно! Да, 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 да! Вы можете не беспокоиться! Ваша дочь попадет в лучшую школу этого города! Да, да! Фаликс! Да, 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 да! Я вам перезвоню! У меня был важный разговор! Чего тебе, Виолетта? Ты посмотри, кто к нам пришел! Пришел! Здравствуйте! Эта противная нищебродка пришла к нам в школу! И я хочу, чтобы ее выгнали! Кучерявые волосы, голубые глаза... Она точно подходит по описанию! Какое еще описание? Это же девочка, которая приехала учиться к нам по обмену, верно? Да, именно так! Что? Виолетта, а что ты с ней сделала? Она вылила на меня сок и хочет выдать из школы! Ай, как ты только посмела такое сделать? Аликс, ну я же не знала, что она нормальная ученица! Так, я запрещаю тебе прикасаться к этой девочке! Ясно тебе или нет? Что? Аликс, ты забыл, кто мои родители! Я в этой школе могу делать все, что захочу! Но эта дочь очень крупного политика! Поняла? Прости, Аликс, я не знала! Какой позор! Слушай, прости уже, что так получилось! Ничего страшного, с кем не бывает! Меня, кстати, Сьюзи зовут! Приятно познакомиться! В описании, правда, было указано другое имя, но это не важно! Стоп! А почему она так ужасно одета? Не твое дело! Так, девочки, успокойтесь! Сьюзи, пойдем, я лучше покажу тебе твою комнату! Если ты думаешь, что я от тебя так просто избавлюсь, то ты очень сильно ошибаешься! Вот сюда, проходи! Этой будет твоей новой комнатой! Ничего себе! Здесь даже есть кровать! Самая настоящая! Такая мягкая! В общем, ты здесь обустраивайся! Надеюсь, тебе все понравится! И слушай, Сьюзи, если тебе что-то понадобится, обязательно мне звони! Удачи! Как скажете! Надеюсь, наша школа станет для тебя вторым домом, и твой папа выделит нам деньги на ремонт! Да, учитель принял меня за дочь политика! Как же мне все-таки повезло! Ну, приветик, Сьюзи! Девочки, что вам нужно? Хватит придуриваться! Если думаешь, что самая крутая, то ты слишком ошибаешься! Иди сюда! Значит так! Пока ты учишься с нами в школе, для тебя будут особые правила! Тебе запрещено общаться с мальчиками! Отпустите меня! Иначе расскажу все Алексу! Делай, что хочешь! Если нас выгонят со школы, мы перейдем в другую, а ты останешься одна! И еще! Теперь ты будешь делать все, как мы тебе скажем! Ясно? Похоже, у меня нет другого выбора! Хорошо! Виолетта, мне кажется, она все прекрасно поняла! Согласна! Я ей тоже верю! Если бы знала, что попаду к вам, то ни за что бы не перевелась в вашу школу! Да, вот это мы крутые! Ладно, ты пока проследи за ней, а я схожу к Мартину, а то что-то долго не пишет мне! Уже, наверное, забыл, что у него есть девушка! Давай, Итан, быстрее! Нам нужно спрятаться! Беги в укрытие! Погоди, погоди, братан! Сейчас у меня руки жирные от чиптов! Да уж, тиммейт из тебя так себе! Прости, братан, я просто очень голоден! Малтин! О, Виолетта, не хочешь посмотреть, как я играю? Я вообще дождала, пока ты мне позвонишь, а ты здесь играешь! Забыл, что у нас сегодня свидание? А, точно, прости, я немного заигрался! Хватит отмазываться! Я же запретила тебе играть в игры! Но я же... Думал, я ничего не узнаю! Лучше бы работу себе нашел! Да, братан, вот это тебе не повезло с девушкой! Закрыл рот! Итан, не нужно обижать Виолетту, она у меня самая лучшая! Правильно, Мартин! Меня сейчас тошнит! Что это Софи хочет? Алло! Виолетта, иди скорее в комнату, там тебя ждет сюрприз! Ладно, сейчас буду! А тебе, Мартин, я запрещаю играть! Ну, пожалуйста, еще немного! Я сказала, нет! И на всякий случай, твой джойстик побудет у меня! Ну вот, похоже, больше мы не поиграем! Не парься, Мартин! Давай лучше по очереди поиграем! Вот, а это мне больше нравится! Ну, чего звала? Сюрприз! Софи, ничего себе! Ты устроила мне вечеринку! Ну, конечно! У тебя ведь сегодня день рождения! Сначала мы потанцуем, а потом всю ночь будем смотреть фильм! Софи, я тебя просто обожаю! Что здесь происходит? Ой, я совсем забыла, что теперь здесь живет эта новенькая! Так, а что вы собрались здесь делать? Мы собираемся тусить всю ночь без тебя! Понятно? Сомневаюсь, потому что мне уже пора спать! Эй, вообще-то тебе никто не разрешал этого делать! Виолетта, я считаю, что посторонней нужно отсюда уже выйти! Эй, откройте! Ну же! Нет, сюда вход только по приглашению! Где же мне теперь ночевать? Новенькая, ты что здесь делаешь? Ой, а ты... Меня зовут Мартин, приятно познакомиться! Я Сьюзи! А что ты здесь делаешь? Софья и Виолетта устроили тусовку в честь ее дня рождения и выгнали меня спать в коридор! Виолетта, как всегда, противная! Хотя, мне не привыкать! Тем более, здесь пол с подогревом! Ты знаешь, у меня есть идея получше! Не хочешь поспать у нас в комнате? Можно? Ну конечно, пошли! О, так наелся! Ничего не хочу делать! Едан, а ну-ка быстро прекрати пускать отрыжки! Сьюзи, нужно лезть спать! Новенькая? Ой, простите! Не твое дело! Ее Виолетта и Софи выгнали из комнаты! Ой, эти двое никогда не меняются! Вау! У вас здесь так круто! Намного уютнее, чем в моей комнате! В общем, ты ложись здесь, а я сегодня посплю на полу! Что? Ты шутишь? Нет, я же джентльмен! И не позволю девушке мучиться! Мартин, ты такой романтичный! Ой, Сьюзи, да ладно тебе! Не смущай! И почему он такой добрый ко всем? Ну что, Итан, пока Виолетта празднует свой день рождения, мы можем поиграть в компьютерные игры! Супер, бро, держи! Вау! А как ты его достал? Это новый джойстик! Заказал в интернете! Но ты ведь сказал, что у тебя нет денег! Да брось! Я на это всегда найду деньги! Мартин, давай, давай, проходи! Тише! Сьюзи спит! Не хочу, чтобы мы ей мешали! Давай, сапфетти мне, работаем! Я не могу, я очень устала! Вау! Прямо, прям как настоящий спортзал! Эх, мне бы тоже хотелось заниматься спортом! Сьюзи, а ты почему без формы? Вообще-то на физкультуру в этом нельзя! Ээээ, знаю! Я просто ее потеряла во время полета! Потеряла! Какая же ты неудачница! Замолчи, Софья, не смешно! Да уж, Мартин так защищает Сьюзи! Хоть бы ему Виолетта ничего не сделала за это! Эээ, слушай, если у тебя нет формы, то я могу тебе помочь! Что-то я тебе не очень доверяю! Расслабься, мы же все-таки одноклассницы! Сейчас я тебе принесу свою старую форму! Хм, Виолетта, что ты уже там придумала? Вот видишь, а ты переживала! Виолетта не такая злая, как кажется! Надеюсь на это! Вот, держи! Спасибо! Ничего себе, Виолетта, решила помочь новенькой! Расслабься, Мартин! Я не такая плохая, как ты думаешь! Все, я переоделась! Мне все нравится! Правда, он немного не по размеру! Не переживай, Сьюзи, все так и нужно! Кажется, я поняла, в чем дело! Ты дала Виолеттой самый маленький размер спортивной формы! Девочки, смотрите! А Сьюзи выглядит постройнее вас! Итан, закрой рот! Мартин, почему ты вообще с ним дружишь? Но мы с ним с первого класса вместе! Ладно, проехали! Ну что, Сьюзи, готова с нами тренироваться? Конечно! Начнем с моего любимого упражнения – приседания! Ой! Какой пасок! Эй, Сьюзи, что случилось? Похоже, физкультура не для тебя! Виолетта! Ты что наделала? Мартин, ты почему не смеешься? Мы же так круто разыграли новенькую! Да, это было вообще жестко! Молодец, Виолетта! Теперь ей точно не отмыться от этого позора! Я знаю, Софья, я знаю! Не думал, что ты на такое способна, Виолетта! Если хочешь, я могу и тебя так опозорить! Короче, у меня нет времени с тобой разговаривать! Мне нужно... Туалет! Да, Виолетта на этот раз оказалась слишком жестокая! Что ты сказал? Ничего, ничего! Ты там просто позор! Позор! Сьюзи, вот ты где! Что, Мартин, тоже хочешь надо мной поиздеваться? Давай! С чего ты это взяла? Но ведь ты же парень, Виолетта! И наверняка такой же злой, как она! Прекрати! Иначе я могу обидеться! Извини! Ты ведь сегодня меня приютил? Зря я подумала так о тебе! Знаешь, Виолетта на самом деле очень жестокая! Но не нужно обращать на это внимание! Ты шутишь, Мартин? Ты видел, как она меня опозорила! Самое главное, что я все понимаю и не буду над тобой смеяться! Спасибо тебе, Мартин, за твою поддержку! Сьюзи, а ты не хочешь немного проветриться? Что ты имеешь в виду? Пойдем со мной, и сейчас ты все увидишь! Ну вот, мы и на месте! Вау, какой здесь большой торговый центр! И магазины здесь такие крутые! Не знала, что в нашем городе есть такое! Я знаю, что шопинг помогает девочкам развеяться! Только одна проблема! У меня нет денег! То есть, забыла в комнате! За это можешь не переживать! Я за все заплачу! Вау, спасибо, Мартин! Ты такой хороший! Ну что, время примерять новые вещи! Спасибо вам огромное! Мартин, похоже, ты был прав! Шопинг и вправду помогает развеяться! А теперь самое время похвастаться новыми вещами перед девушками! С удовольствием! Только если что, я тебе это не покупал, потому что если Виолетта узнает... Не парься, я все понимаю, Мартин! Фух, хорошо! Потому что это и так деньги Виолетты! Представляешь, что сейчас чувствует Сьюзи? Она, наверное, до сих пор лежит и плачет в подушку! Надеюсь, она больше никогда не придет к нам на урок физкультуры! Ай, какие же все-таки эти девочки жестокие! Давай, мочи этих зомбаков! Ты вообще видела ее наряд? Это же просто трэш! Согласна, подружка! Кто может носить такие ужасные вещи? Всем привет! Что? Ты где взяла такой обалденный наряд? Девочки, что еще за вопросы? Купила, конечно же! Но оно ведь стоит сумасшедших денег! А ты забыла, кто мой папа? Поверь, я могу это себе позволить! Да уж, она, походу, и вправду богатая! Эй, Виолетта, кажется, у тебя появился конкурент! Закрой рот, Софи! Ей меня не превзойти! Что такое, девочки? Мое платье понравилось? Нет, конечно! Кстати, а скажи, в каком магазине ты это платье покупала? Ты думаешь, я тебе это скажу? Тем более, это платье было выпущено единственного экземпляра! Поэтому ты такого платья никогда не найдешь! Как же она меня бесит! Софи, пошли этой новенькой покажем ее место! Отличная идея, Виолетта! Эй, куда вы меня стащите? Ой, и когда они уже перестанут ее трогать? Ты куда пропала эта Сьюзи? Ее же целый день нет! Странно, что это за звук? Сьюзи, что ты здесь делаешь? Алекс, это все! Софи, Виолетта! О, Алекс, привет! Во-первых, для тебя теперь я, мистер Алекс! А во-вторых, почему Сьюзи была заперта в шкафчике? Не твое дело, мистер Алекс! А мы только что были с Виолеттой в столовой, мы вообще ничего не знаем! Сьюзи, это правда? Нет, они меня заперли в шкафчике! Заткнись! Вечно ты нам все портишь! И сколько мне вам раз говорить, девочки, что Сьюзи трогать нельзя! Вот именно, забыли кто мой папа! Но мистер Алекс, она сама виновата! Первая начала лезть к нам! Значит так, с этого момента вы двое наказаны! Теперь вам запрещено... Ээ, запрещено? Что, мистер Алекс? Не можешь ничего придумать! Запрещено! Я потом придумаю. Стоп! Куда же вы? Не оставляйте меня одну с ними! Ну что, Сьюзи, сря ты про нас рассказала. Нет! Фух, как же я устала. Хорошо, что Мартин меня нашел и освободил. А то бы пришлось ночевать в шкафчике. Что это за странное чувство? Будто подо мной кто-то ползает. Мартин! Что случилось? Мы вообще-то на свидании. Да, да, прости. Мне просто нужно с Итаном немного попереписываться. Что? У меня такое чувство, что я тебе совсем неинтересна. Да, с чего ты это вообще взяла? Фух, здорово, Мартин. Везде тебя ищу, а ты здесь. Не поняла. Ты же сказал, что только что переписывался с ним. Не обращай внимания. Так что ты хотел, Итан? Слушай, там новая игра вышла, а я нам уже приготовил чипсы и попкорн. Он никуда не пойдет. У нас с ним свидание. Виолетта, что-то мы засиделись. Можно я пойду с Итаном? Нет, и только попробуй уйти. Мартин, хватит ее вечно слушать. Ты же так давно хотел со мной поиграть в эту игру. Прости, Виолетта, в следующий раз сходим с тобой в кино. Нет, да нет, куда ты пошел, Мартин? Я победил. Виолетта, не скучай. Он бесит. И зачем я вообще с ним встречаюсь? Ну, а потом он взял и просто ушел. Да, конечно, подруга. Тебе не кажется, с приходом новенькой Мартин к тебе очень остыл. Да, конечно, и что с ними делать? Ой, не выдумывай. Ему не могла понравиться, и ты страшила. Ну так что, ты опять с ним поругалась? На этот раз нет. Я просто устроила ему бойкот. Пусть подумает о своем поведении. Ладно, я уже устала говорить о этих парнях. Давай лучше отличимся. Тем более на этой вечеринке нам никто не сможет помешать. Мартин, мне неудобно об этом костюме. Черепелит он, это дресс-код. Типа такой классический стиль одежды. Ну, чтобы в игры играли. Парни, они что тут забыли? Вот так совпадение. Да, давно я не был на таких тусовках. Виолетта, тебя что, Мартин игнорирует? Да, тише, Софи, сделаю вид, что это я его игнорирую. Слушай, Мартин, девочки на нас так смотрят. Мне аж страшно. Не обращай на них внимания. Пока они не перестанут издеваться над Сьюзи, мы с ними не общаемся. О, а вот и медленный танец. Эта песня играла в нашем первом свидании с Мартином. Это было так романтично. Но ты только посмотри, ему все равно. Какая прекрасная песня. Ну же, Мартин, пригласи меня на танец. Смотри, сейчас он тебе предложит потанцевать. Сьюзи, не хочешь составить мне компанию? С удовольствием. Что? Сьюзи? Да здесь интереснее, чем во многих фильмах. Мартин, где ты так научился танцевать? Это секрет. Нет, это уже переходят все границы. Я это терпеть не собираюсь. Мартин, смотри, Виолетта идет. Не бойся, она тебе ничего не сделает. Мартин, что здесь происходит? Виолетта, не мешай, я танцую. Мартин, я твоя девушка. Или ты забыл? Виолетта, я понимаю, мы долго встречаемся, ты гигабогатая. Вот именно поэтому ты мне должен подчиняться. Нет, я не согласен, мы расстаемся. Что ты сказал? Это он зря. Но это все из-за Сьюзи, она во всем виновата. Иди сюда. Да стой, Виолетта! Виолетта, хватит, прекрати! Убери от меня свои грязные руки и не смей больше ко мне прикасаться. Молодец, Виолетта, правильно. Пошли отсюда, Софи, от этих бедных, от них воняет. Ха-ха, проваливай, неудачница. Мартин, а где ты будешь брать деньги, если ты расстался с гигабогатой? Не переживай, кое-что у меня осталось. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Успокойся, подруга, вокруг тебя очень много злой энергии. Мне плевать. После того, как Мартин со мной поступил, меня ничего не остановит. Я хочу все крушить. Что ты делаешь? Остановись! Виолетта, что происходит? О, а вот и ты. Я тебя ненавижу! Да что случилось? После того, как ты появилась, моя жизнь пошла ко дну. Сама виновата. Не нужно было меня трогать. Так ты мне еще и угрожать будешь. Буду. И вообще, пойду нажалуюсь Алексу. И заодно посмотрим на его реакцию. Стой, ты куда пошла? Да, даже не знаю, чем это все может закончиться. Как же я уже устал работать. Алекс, тебе срочно нужен отдых. Нет, пошел. Нет, пошел. Нет, пошел. Пошел. Она не помчает, что ли? На меня нет. Так, тихо. Сьюзи, Виолетта, а теперь быстро рассказали, что между вами произошло. Ты первая. Ладно. Сьюзи увела моего парня. А еще я ее ненавижу. А ты включаешь музыку после отбоя. Виолетта, сколько тебе можно повторять? Если хочешь меня выгнать, сделай это прямо сейчас. Думаешь, я так просто от тебя избавлюсь? Нет уж. У меня для тебя есть задание поинтереснее. Ну вот, теперь из-за тебя пришлось нам убирать. Никогда бы не подумала, что буду заниматься чем-то подобным. Не плачь, Виолетта. Нам всего лишь нужно помыть пол и расставить все по местам. Нет, так неинтересно. Виолетта, что ты делаешь? Так тебе и надо, неудачница. Так, я не понял. А что здесь происходит? Алекс, ты только посмотри, что Сьюзи наделала. Да это была не я. Хватит отмазываться. Мы все прекрасно видели. Так, Виолетта, я тебе не верю. Сьюзи не могла ничего пролить. Ага, это ведь она у нас дочь политика. Спасибо, мистер Алекс. Я так и знала, что вы мне доверяете. Конечно, Сьюзи. Самое главное, отцу своему все расскажешь. Какой я хороший. Никогда бы не подумала, что мне придется кому-то подчиняться. Как же я устала. Привет, Сьюзи. Где тебя носила весь день? Даже не спрашивай, Мартин. Мне пришлось убирать вместе с Виолеттой. Да, я тебе не завидую. Да нет, все нормально. Кстати, почему так громко играет музыка? А, это я включил. Правда качает? Ну, вообще да. Итан, вырви эту бескусицу. Уважай классику, чувак. Так, я не понял. Что у вас здесь происходит? Мистер Алекс, а вы почему не у себя в кабинете? Что-то случилось? Конечно, случилось. Кто-то вызвал копов из-за вашей громкой музыки. Мне пришлось опять с ними разбираться. Ой, кажется, кому-то очень сильно влетит. И мистер Алекс. Это я включила музыку. Что, правда? Да, просто хотела немного расслабиться после уборки в кафе. А, хе-хе. Тогда, ребята, забудьте мои слова. Слушайте музыку сколько вам угодно. А, про копов не переживайте. Я с ними как-нибудь разберусь. Ничего себе. Меня даже не наказали. Сьюзи, спасибо тебе, что не сдала Итана. Да ладно, мне не сложно. А вы не получили. Все-таки крутая ты, Сьюзи. Я теперь никому не нужна. Меня никто не слушает. Эй, Виолетта, ты чего плачешь? Что? Так, Софья, ты ничего не видела. Ага, договорились. Только расскажи, что случилось. В общем, это все из-за Сьюзи. Раньше мое гигабогатство решало все. Ага, ты была прям королевой школы. А сейчас эти сопливые бумажки никому не нужны. Но не переживай, я в любом случае с тобой. Спасибо, Софья, я в тебе даже не сомневалась. Короче, ребята, недавно записал такой трек. Хотите вам там послушать? Да, конечно, с удовольствием, братан. Я тоже хочу. Я как ровно закинул. Ого, я в шоке. Я за секунду всех разобрал. Так, чего вы делаете, видишь, что ничего не слышите? Королева пришла. Нет, нет, нет. Так не должно быть. Почему Сьюзи такая популярная, а я нет? Виолетта, ты что-то сказала? Нет, тебе послышалось. Ну, как там, мои любимые ученики? Уже успели помириться? Ага, если бы. Привет всем. Ну, как там, мои любимые ученики? Да, почему они даже не слышат? А ты еще, кто такая? Я Мэдди и приехала с вами учиться. Вас должен был предупредить мой папа. Он из правительства. Сьюзи. Ой. Ты чего стоишь? Лола, ты испортила мне весь тикток. Давай еще раз. Ну, давай. Макс, снимай. Эй, чувак. Ты просто посмотри, какая моя Виолетта красивая в этой юбке. Эй, знаешь, Лола тоже выглядит неплохо. Ну, знаешь, Лола тоже выглядит неплохо. О, а вот и наша нищая неудачница привалила. Самое время поразвлекаться. Ты о чем? Смотри и учись. Виолетта, что ты натворила? Ну, а что? Будешь знать, как мешать мне снимать трендовые видео со своей гитарой. Ты просто завидуешь, потому что сама так не умеешь. Сьюзи, все в порядке. Кажется, колено немного забило. Пошли, отведу тебя в медпункт. А ты с ней жестко. А мне все равно. С такими, как она, только так и нужно. Эй, а вы чего не смеетесь? Видишь, все вроде бы в порядке. Спасибо тебе, любимый, за твою заботу. Не за что. И вообще, я хотел тебе сказать, что хватит вестись на провокации Виолетты. Ну, она первая начинает. Я понимаю, но нужно уметь постоять за себя. Но у меня же для этого есть ты. А если меня рядом не будет? Пойми, ты мне очень важна. Я за тебя переживаю. Эх, что бы я без тебя делала? Эх, у меня такое хорошее настроение. Время для того, чтобы поиграть на гитаре. Может, кто-то денежку даже положит. Как это понимать? Вы что, решили реально не прийти на концерт? Вы не понимаете, что у меня все билеты раскуплены. Если я из-за вас потеряю кучу своих денег, я не знаю, что я с вами сделаю. Ах, как это меня бесит. Полная неорганизованность. Ой, девочка, а что это ты тут делаешь? Ну, собираюсь играть на гитаре. Хотите послушать? Ну, давай. О, это же так красиво. Ты училась в какой-то музыкальной школе? Нет, я все сама. Какая же ты молодец. Я уже представляю, как мы с тобой собираем полный зал. Зарабатываем кучу денег. Так, пошли. Куда? Мы с тобой очень сильно опаздываем. Так, проходи, снимай курточку. А зачем мы здесь? В общем, мне нужно, чтобы ты выступила на этом концерте. Нет, я не могу. Я боюсь. Как это ты не можешь? А если я тебе пообещаю очень хороший гонорар? Деньги? Конечно, деньги. Ладно, я попробую. Вот и отлично. Иди. Хух. Надеюсь, с этой девчонки получится что-то нормальное. Так, главное не обращать внимания на людей. Я первый раз на сцене. Ничего себе! А эта девчонка классная! Ю-ху! Е-е-е-е! Ю-ху! Ничего себе! Кажется, все довольны. А это значит, что я, как обычно, справилась со всеми проблемами на ура. А к этой Сьюзи стоит присмотреться. Может, контракт с ней подпишу? Не поняла. Девушка, которая взорвала сцену и показала шоу новая звезда. Сьюзи! Что? Это что, какой-то пранк? Кто-то просто, наверное, вклеил фотку этой нищей в журнал? Это не я. Стой, это что, моя Сьюзи? Эй, забери свои грязные руки от моего журнала! Подожди. Сьюзи теперь популярная певица? Да, я в нее всегда верил! Ты реально думаешь, что это правда? Какой же ты наивный! Ну, да? Эй, чувак, это невозможно! Так, ребята, признавайтесь, кто подстроил этот пранк? Сьюзи не поняла, где она украла это платье и макияж такой или это все правда? Ребята, я зашла на минутку! Мартин, нам нужно с тобой сходить в одно место! Может, ты сначала объяснишь, что с тобой? Объясню, объясню! Все по дороге, пошли! Не может кто-то объяснить, что происходит? Похоже, она реально стала известной! Нет, такого быть не может! Виолетта, ну ты все сама видела своими глазами! Итан, что ты такое говоришь? Как она из такой бедной и ужасной может превратиться в богатую и популярную? Солнышко, ну ведь это реально правда! Бред! Я в это не поверю, пока сама все не узнаю! Вот мы и пришли! Стой, я до сих пор не могу осознать, что ты мега популярная и богатая! Я, если честно, тоже, но стоит попробовать! А я рад за тебя! Ну, любимый, давай не в магазине! Ну, ладно! Так, стоп! Я что-то забыл спросить! А что мы вообще здесь делаем? Так как ты мой парень, ты мне должен соответствовать! Поэтому мы пришли сюда, чтобы тебе что-нибудь прикупить! О нет, здесь очень дорого! И вообще, я не собираюсь покупать вещи за твой счет! Ну, Мартин, для меня это очень важно! Тем более, в любой момент за нами могут следить телевидение! Эх, ну не знаю, это все как-то неправильно! Ну, любимый, пожалуйста, примерь хоть вот это! Эх, ладно, что ради тебя не сделаешь? Спасибо, любимый! Я тебя очень люблю! Ребята, и зачем ты нас здесь всех собрала? Я все узнала! Сьюзи стала реально популярной! И теперь она крутая девчонка, а не я! Но так не должно быть! Любимая, для меня ты все равно лучше! Макс, давай оставим комплименты на потом! Так, я предлагаю написать заявление о отчислении Сьюзи! Кто за? Ну, не знаю! Это все как-то неправильно! Согласна! Итак, это не тот случай, где нужно думать о моральных качествах! Не знаю! Мне кажется, что это круто, что наша одноклассница стала популярной! Нет! Это совсем не круто! Я не позволю, чтобы кто-то был популярнее меня! Виолетта, успокойся! Что в этом такого? Значит так, Итан и Лола, я запрещаю вам общаться с этой Сьюзи! И ты нам будешь еще запрещать? Если что-то не нравится, на выход! Ну и пожалуйста! Я с Лолой! Так, я не поняла! Куда это они пошли? Походу, они променяли тебя на Сьюзи! Что? Да как они посмели? Ну я их устрою! Как они меня раздражают! Сьюзи, а что ты такое вкусно кушаешь? Это бутерброды с икрой! Если честно, первый раз такое пробую! Хотите, угощайтесь! Конечно, хотим! Ты такая щедрая! Да ладно вам! Просто раньше я была бедной и всегда голодной, а теперь я богатая и хочу творить добро и всех кормить! И это моя девушка! Ой, ты только посмотри на нее! Сидит вся такая хорошенькая, все подкакивают! Любовная, если ты хочешь бутерброд с икрой, я могу его тебе купить! Макс, какой бутерброд! Мне сейчас не до этого! Пошли! А, да, пошли! Сьюзи, ты такая классная! Я слышала, как ты поешь! Это просто нереально! Жаль, мы этого раньше не замечали! Ай, да ладно вам! Хватит меня хвалить! Сьюзи, они говорят правду! Сьюзи, может быть мы вместе пойдем переодеваться к уроку физкультуры? Я только за! Нет, ну ты только посмотри на это! У нее еще хватает наглости прямо у меня на глазах делать вид, что Сьюзи ее лучшая подруга! Солнышко, да не обращай внимания на эту Лолу! Они все тебе недостойны! Макс! Всем доброе утро! О, Сьюзи, хорошо, что ты здесь! У меня к тебе есть серьезный разговор! Продюсер Мэйзи, здравствуйте! Продюсер Мэйзи, здравствуйте! У вас что-то срочное? Я же уже сказала! Да! Итак, сегодня вечером у нас намечается грандиозный концерт! И ты обязана там быть! Но я сегодня вечером не смогу! Что? Ничего не хочу слышать! Если ты туда не придешь, я потеряю огромные деньги! И вообще, у нас с тобой подписан контракт, если ты не забыла! И если тебя не будет на концерте, то я его разорву! Я поняла, буду! Буду отлично! А теперь можешь быть свободна! Жду тебя вечером! А, и кстати, ребят, можешь взять с собой, если хочешь! Всем хорошего дня! Это, получается, мы приглашены на концерт? Ну да! А после этого закажем пиццу и сможем хорошо потусить! Ура! Ой, ты бедный, будет опять концерт! Она может стать еще популярнее! Хотя, может мне воспользоваться этим шансом? Да, точно, так и сделаю! Эй, ты куда? Как же мне тоже хочется пойти на концерт! Но я не смогу этого сделать! Да, вот это нам повезло с подружкой! Сьюзи, я так тобой горжусь! Эй, притя, срывайте, можно вас? Что такое? Автограф нужен! Давай быстрее, я опаздываю! Эй, я так подумала! Я умею петь, танцевать! Может, вы меня тоже будете продюсировать? Нет, спасибо! Мне хватает одной Сьюзи! Столько работы! Ладно, не свернули этим голову, я пошла! А, как же я? А, пиздец, это Сьюзи, Сьюзи! Как же она меня бесит! Почему это Сьюзи? Я хотела быть популярной! Успокойся, моя звездочка! Макс, отвали! Мне нужно придумать план мести! Я не собираюсь, чтобы кто-то был популярнее меня! Виолетта, почему ты так переживаешь? Почему я переживаю? Какая-то нищая стала звездой! А ты еще спрашиваешь, почему я переживаю? Ну, успокойся, но все знают, что ты и так лучше! Макс! Так все, Макс, отстань от меня! Так, продюсер сказала, что если она не придет, то она разорвет с ней контракт! А если Сьюзи больше не будет работать с Мэзи, то она снова станет бедной и никчемной! Ты собираешься сорвать концерт? Ха, почти! Я сделаю так, что Сьюзи на него не придет! Так что, Макс, за мной! Уже бегу! Главное, тихонько! Что ты задумала? Итак, чтобы испортить концерт певицы, нам нужно что? Что? Макс! Испортить ее голос! И для этого нам поможет супер-холодный сок со льдом! А если она заболеет? И что? Такие нужно! И вообще, Макс, не перебивай меня! Итак, дальше она попьет сок, поперхнется, потом захочет вытереться! А для этого у нас есть полотенце, измазанное грязью! Но зачем ты так с ней? Я не буду терпеть то, что эта бедная популярнее меня! И вообще, Макс, нам уже пора! Нам еще нужно кое-что сделать! Пошли! Ладно! Эй, любимый, мне нужно подкрасить губы, и я прибегу! Хорошо, я тогда буду ждать тебя на улице! Пойду пока машину заведу! Ай, какая же я все-таки классная! О, сок! Я как раз ужасно хочу пить! Какой же он холодный! И вообще, я уже пришла сюда губы накрасить! А-а-а! Что с моим лицом? Ты только посмотри! Машину она себе купила! Ого! Это что, машина с Юзи? Макс! Больше она на ней ездить не будет! Так, держи и режь! А что резать? Ну, какой-то провод, который сделает машину неисправной! А если узнает, что это я? Макс, я сказала, быстро режь! Ладно! И что здесь резать? Ладно! Макс, быстрее! Кажется, кто-то идет! Ага! Так, надеюсь, Юзи будет недолго! Так, не понял! Нужно кое-что проверить! Ой! Что? Кто это сделал? Сьюзи, что такое? Я просто немного охрипла! А с лицом что? Это уже не важно! Поехали скорее! Кажется, уже никто никуда не поедет! Ты о чем? Кажется, кто-то порезал провод в нашей машине! И теперь она неисправна! Что? Все! Концерт отменяется! Сьюзи! Ну вот и все! Получилось все, как я и хотела! Так, а теперь мне нужно быстро собираться! Эй! Куда собираться? Блин! Нужно быстро сваливать! Пока меня здесь не поймали! И где эта Сьюзи? Скоро уже начнется концерт! Все гости уже в зале! А надеюсь, она придет и сдержит свое слово! Эй! А когда уже там начало тусовки? Ага! Нам скучно! Мы хотим тусовки! Эй! Уже совсем скоро! Подождите еще минутку! Я эту Сьюзи когда найду, я и такое сделаю за опоздание! Вроде бы успели! Так, Макс, сиди в залу, а мне еще нужно с продюсером Мэзи поговорить! Ты думаешь, у тебя получится? Ну, хотя бы попробую! Здравствуйте! Опять ты? Если что, я занята и у меня совсем нет времени на разговоры! Я так понимаю, вы ждете Сьюзи, а она не придет! Что? Как это? Ну, я видела, как она и шла со своим парнем домой из супермаркета! И, наверное, они будут готовить ужин! Что? Да как она вообще могла? У меня же сейчас концерт сорвется! Она мне показалась такой порядочной девушкой! А на самом деле что? Стойте! Я могу спеть! Ты? Да, я уже готова! Ладно, варианта, мне кажется, все равно лучше нет! Иди и пой! Отлично! Интересно, что с этого получится? Ну, по крайней мере, это лучше, чем отменять концерт и отдавать обратно деньги за все билеты! Самая настоящая сцена! Я на ней звезда! Стоп, а что на сцене делает Виолетта? Кхе-кхе-кхе! Кхе-кхе! О-о-о-о-о! У-о-о-о! 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 Что это за ужас? Уберите ее со сцены! Фу-у-о! О, нет! Кажется, все пропало! Нужно срочно что-то с этим делать! Любимая, не плачь! Как это не плачь? Посмотри, на что я похожа! Я сорвала концерт, и теперь я могу стать опять бедной! И у меня заберут этот шикарный дом и еду! Мы совсем справимся! Да кому я после этого буду нужна? Ты мне нужна! Всегда! А вот ты где! Ну и чего ты расселась? Ой, а что это с тобой такое? Что с лицом? Я сама не знаю! Я так понимаю, это причина, почему ты сорвала концерт. Да, простите меня, пожалуйста, я не хотела вас подводить. Ладно, ничего страшного, но лучшее, что ты можешь сейчас сделать, это собраться и все-таки выступить, потому что Виолетта там такое устроила. Так что пошли, у нас очень мало времени. Хорошо. Это отстой! Согласна! Да что вас не устраивает, я не пойму. Вот, Юзи, видишь, что здесь без тебя происходит? Ты обязана спасти ситуацию. Ага, конечно. Пожалуйста, я очень на тебя надеюсь. Виолетта, отойди, теперь моя очередь. Ха, ни за что. Это приказ продюсера. Виолетта, марш со сцены. Как же меня это Сьюзи бесит. Виолетта! Смотрите, Сьюзи вернулась. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ КАЖЕТСЯ! АПЛОДИСМЕНТЫ КАЖЕТСЯ! Зрители довольны. А это значит, что концерт удался. Ребята, а вам нравится, как поет наша звезда Сьюзи? Если да, то поставьте лайк под этим видео. Ну почему так? Я готовилась. А этим идиотам не понравилось мое выступление. Может, песню не ту подобрала? Они просто в музыке ничего не понимают. А слушают эту противную Сьюзи. Согласен. Так, ты уже успокоилась. Я? Нет. Я теперь еще больше хочу отомстить этой Сьюзи. Только вот как? А может, ну ее? Пусть живет своей жизнью. Макс, отстань! Я не успокоюсь, пока она популярнее меня. Сьюзи, так, что там все-таки произошло? Если честно, я сама до конца ничего не понимаю. Но все равно, ты была лучше всех. Да заткнитесь вы уже! Виолетта, что такое? Чего ты опять разоралась? Вы только послушайте себя со стороны. Вы восхищаетесь этой бедной Сьюзи. А вспомните, что было раньше. Вы над ней постоянно смеялись. А сейчас что? Выбирай выражение! А ты вообще заткнись! Ребят, она просто завидует Сьюзи, потому что не умеет петь, как она. А еще она не такая популярная. Спасибо, ребята, за вашу поддержку. Я вижу, вы уже все забыли о нашей дружбе. Как я вам помогала. Ну и чем же ты нам помогала? Расскажи, пожалуйста, а то мы уже забыли. Да я... Я... Да ну вас! Виолетту, похоже, сильно бесит, что Сьюзи лучше. Но это уже ее проблема. Ага. Они что, вообще уже обалдели? Они забыли, что недавно я была их лучшей подругой. Но ничего, скоро я им все еще покажу. О, телефон Лолы. Что, подруга, сначала будешь ты... Упс. Эх, пришлось разбить твой телефон так же, как ты разбила нашу дружбу. Так, сейчас заберем телефон и сразу пойдем. Очень хочу попасть на новый фильм. Мой телефон! Что произошло? Не знаю, он был в шкафчике, а теперь он разбит. Так, Лола, это не повод расстраиваться. Сейчас, подожди секунду. Та-дам! Вот, выбирай то, что тебе больше нравится. Ого! Откуда столько? Подружка, ты что, забыла? Я же богатая. А так как ты разбила телефон, я захотела тебе помочь. Спасибо тебе! Ну что, пришла очередь Итана. Вот твой любимый мячик. Пришло время с ним попрощаться. Вот и готово. Это месть Итану за то, что он меня применял на эту ужасную Сьюзи. Ребята, я вам сейчас покажу свой фирменный прием. Ну, давай. О, нет! Мой мяч! А что с ним? Кажется, его кто-то спустил. Что мне теперь делать? Он мне был так дорог. Так, главное без паники. Мартин, дай мне мой телефон. Да, вот, держи. Готово. Сьюзи, а что это только что сейчас было? Ну, чтобы не расстраиваться, в воскресенье ты едешь на чемпионат мира по футболу. Какая у меня классная девушка. Сьюзи, спасибо, ты самая лучшая подружка. О, Лава, привет. Привет, а что это у тебя? Новый телефон? Самый последний модель? Где ты его взяла? А ты угадай. Новый ухажер подарил? Так, стоп, а кто он? Да нет же, это не ухажер, это Сьюзи. Правда? Вот это совпадение. Ты о чем? Я о том, что она час назад мне купила билеты на чемпионат мира по футболу. Она такая классная. Да, согласна. Это не то, что наша бывшая подруга Виолетта. Эх, Лолу, все-таки мы с тобой сделали правильный выбор. Макс, я за такое короткое время уже смогла отомстить Лоле и Итану. И как ты это сделала? Это уже не важно. Виолетта, может хватит уже тягаться с этой Сьюзи? Ничего не хватит. Я пока не стану популярнее нее, не успокоюсь. Все понятно. Скоро я до нее доберусь. Только это должно быть что-то грандиозное. Молодец, солнышко. Я о тебе горжусь. Сьюзи, мы хотели тебя еще раз поблагодарить. Ты нас послали. Да ладно вам, ребята. Вы же мои друзья. И запомните, я всегда вам буду помогать и поддерживать. Ты такая хорошая. Не поняла? Она что, опять решила всяких проблемы? Похоже на то. А как же она меня бесит? Все, пора действовать. Так, ссориться с ней бесполезно. Разбитись ее ценных вещей тоже. Она себе новое может купить. А может, ну ее? Зачем она тебе нужна? Макс, не мешай мне думать. А что если мы ее ограбим? Что? Это же криминал. Если кто-нибудь узнает, у нас будут такие проблемы. Макс, ты что, боишься? Не боюсь. Вот и хорошо. Значит так. Нам нужно лишить ее всех денег. Потом она не сможет платить за ребят, покупать себе новые вещи. И она станет беспомощной. Ну не знаю. Я не хочу, чтобы у нас были проблемы. А у нас проблем не будет, потому что грабить будешь ты. Я? Эй! Ну я же девочка. Я там не смогу замок взламывать. Ну, я не хочу. Макс, ты меня любишь? Люблю. Значит, тебе придется это сделать. Ладно, я понял. Мне так страшно. Ну что не сделаешь ради любимой девушки? Так, и где же здесь деньги с Юзи? А, вот они. Так, Макс, соберись. Тебе нужно их просто украсть. Нет, не могу. Нужно еще раз попробовать. Макс, соберись. Велик, если узнает, что ты их не украл, она такое сделает. Нужно просто украсть чемодан и убежать. Нет, только не это. Выпустите меня. Не ной, не удачник, сам виноват. Виолетта? Стоп. Что ты только что сказала? Что слышал? Зачем ты так? Я ведь для тебя все это делал. Ты никогда и ничего не можешь сделать нормально. Один раз попросила, и то не справился. А откуда я знал, что там сигнализация? Нужно было догадаться. Или как-то проверить. Я сразу говорил, что это плохая идея. Мне показалось. Или ты только что сказал, что виновата я. Да не говорил я такого. И вообще, почему вы девушки постоянно преувеличиваете? Я преувеличиваю. Я тебя попросила один раз. Ты и то не справился. Все, Макс, я больше не хочу с тобой разговаривать. Эй, ты куда? Она что, оставила меня одного? Ох уж эти девочки. Из-за того, что Макс криворукий, я теперь осталась одна. А у меня еще есть цель убрать конкурентку Сьюзи. Эй, только вот как это сделать? Эй, ну ничего. Я что-нибудь придумаю. Мне не верится, что ближайшие пару лет я проведу здесь. Еще и один. Виолетта меня предала. Мне не верится, что она со мной так поступила. Здравствуйте. Я пришла посмотреть на человека, который осмелился ограбить мой дом. Алло, вы меня слышите? Макс? Да, я. То есть ты пытался украсть мои деньги? Но зачем? Мне правда стыдно об этом говорить. Ну да, я пытался украсть ваши деньги. Но не по своей воле. Да, а кто же тебя заставил это сделать? Виолетта. Виолетта? Да, она все время пыталась тебя как-то подставить. Она сейчас на свободе, а я здесь. Ой, как-то так неправильно. Виолетта тебя подставила, а в тюрьме ты... Я этого заслужил. Мартин, а что если мы это? Ты думаешь о том же, о чем и я? Да, мне его так жаль. Эй, о чем это вы там разговариваете? Ладно, давай сделаем это. Макс, мы тебя выпустим из тюрьмы. Что? Меня выпустят? Это какое-то чудо. Сьюзи, такая добрая. Так, брата вроде бы дома нет. А это значит, что я могу воспользоваться его личным компьютером. Так как у меня не получилось ограбить Сьюзи, я сделаю это онлайн. Только вот нужно будет еще немного покопаться, но я уверена в себе. Ну вот и все. Надеюсь, у меня получилось взломать карту Сьюзи. Хотя, я могу же это прямо сейчас и проверить. Сьюзи, спасибо тебе за такую крутую тусовку. Да не за что. Это все в честь того, что Макса выпустили из тюрьмы. Сьюзи, ты такая милая. Спасибо тебе за все. Да не за что. Берите пиццу. Не зря же мы столько заказывали. Спасибо, Сьюзи. Ребята, не хочется прервать вашу тусовку, но мне нужно вас рассчитать. Да, конечно. А можно вас расплатить за картой? Конечно. Тогда забирайте и принесете, когда расплатите. Хорошо. А это за все Сьюзи будет платить? Ну да, она же богата. Круто. И почему я раньше с вами не тусовался? Извините, не знаю почему, но терминал пишет, что на вашей карте недостаточно светств. Не может быть. Может быть, у вас есть наличные? Как раз таки у меня все на карте. И что же мы будем делать? Даже не знаю. У меня же безлимитная карта. У меня даже никогда такого не было. Кажется, я кое-что придумала. Ребята, простите. Я правда не знаю, что с моей картой. Да ладно тебе. Всякое бывает. Может, карту заблокировали. Это ты нас прости. У нас тоже нет денег. То есть, вы на меня не обижаетесь? Нет, конечно. Наоборот. Вот именно. Сначала потусовались, теперь коллективная уборка. Вы у меня самые лучшие. Как же мне повезло с друзьями. Ну, и как вы здесь, лузеры? О, и это приперлось. А что это у вас тут происходит? Или у вас не хватило денег, чтобы рассчитаться за счет? А тебя это не касается. Ладно. Я сегодня добрая. Разрешу тебе, Итан, и тебе, Лола, принять мою помощь. Пойдемте. Я за вас расплачусь. Никуда мы не пойдем. Как это вы никуда не пойдете? Стоп, Макс, а ты что тут делаешь? А я думал, ты меня не заметишь. А я... А мне тоже Сьюзи помогла. Сьюзи, Сьюзи, вы что без нее? Ничего не можете? Так, я готова заплатить за всех. Кроме нее, конечно. Ну? Виолетта, ты просто настолько противная, что никто не хочет с тобой общаться. Да что я вам такого сделала? Вот именно, что ничего. Ты относилась к нам всегда, как к своей прислуге. А Сьюзи, она добрая и классная. Ах так, никто не хочет со мной уходить? Ну и ладно, найду себе новых друзей. И парня тоже. Чао. Ребят, спасибо вам всем за поддержку. Это тебе спасибо за все, что ты для нас сделала. Проблема в том, что Виолетта не понимает, что настоящая дружба важнее всего. Виолетта не понимает. Продолжение следует...